В составе команды по художественной гимнастике в групповом многоборье выступили две воспитанницы Динамо Дмитров – Мария Толкачева и Анастасия Татарева. Вместе со своими коллегами по команде – Дарьей Клещевой, Анастасией Максимовой, Софией Скомарох и Дианой Борисовой – гимнастки обошли своих соперниц из Израиля и Белоруссии в упражнении с лентами, с тремя булавами и двумя бручами. В серебро завоевала команда из Израиля, а бронзовую медаль – в белорусские гимнастки. Наши гимнастки также сразились за медали в выступлениях отдельных видов. Превосходное исполнение упражнения с лентой принесло российским гимнасткам заветные золотые медали. А в упражнениях с обручами и булавами российская сборная допустила ошибку и заняла шестое место в финале. Он смотрел, там третий состав каких-то дисциплин были, ну вообще не первые номера. Но у нас все первые приехали, и у нас отбор был, вообще-то рейтинговый турнир был, а у некоторых это просто как игры. Не рейтингово, ничего не означает. В первых европейских играх принял участие воспитанник отделения дзюдо «Дюшор» Динамо Дмитров Кирилл Вопросов. Европейские игры для дзюдоистов были совмещены с чемпионатом Европы. Поэтому в соревнованиях приняли участие сильнейшие борцы на татами. Кирилл Вопросов принял участие в личных соревнованиях. Соперником Кирилла стал швейцарец Гросс Клаус, с которым раньше россиянин встречался пять раз и все схватки выигрывал. Но на этот раз борьба не задалась. Мне кажется, казалось, что небольшое волнение и еще ошибки судей. Потому что наказание дали ни за что. Сейчас там правила меняются, и судьи сами не знают, как судить. Одни судьи судят так, другие судьи судят так. И дал оценку замечаний, и все сломал, эту всю схватку. И потом я в конце схватки устал и не смог наверстать вот это вот замечание. В итоге Кирилл стал только седьмым. А первое место в весовой категории 90 килограмм занял тезка Вопросова и его конкурент Кирилл Денисов из Челябинской области. На следующий день Кирилл Вопросов вышел на ковер в составе участников командного турнира. Первая встреча со сборной Украины завершилась для российской команды победным счетом 4-1. В полуфинале с французами победу смог одержать чемпион Европы Кирилл Денисов. Четверо других наших ребят свои поединки проиграли. В финале наши обыграли немцев со счетом 3-2. Кирилл Вопросов выиграл свой поединок с немецким соперником. В итоге бронзовые награды. У нас вообще 3 человека, кто остался без медали в личном зачете. Я боролся еще двое, кто остался. И один парень из 66 килограмм, Михаил Пуляев, он с медалей третьим стал. Тоже нашел себе силы бороться. Очень тяжело, когда ты целый день борешься, на следующий день встаешься, болит все мышцы, ломит от нагрузки, от переживания, от стресса. Очень тяжело найти себе силы и пройти дальше бороться. В настоящее время спортсмены Динамо Дмитров готовятся к новым международным стартам.